всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди добро пожаловать на очень опоздавший обзор пятого раунда fps капа карта у нас от дайте-ка уточню от 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 айдема и рейна то что делал мы не знаем виноваты я думаю оба давайте карту посмотрим сделаем некоторые очень простые выводы и будем смотреть дымки в общем-то появляемся мы с тремя ракетами в давайте сразу все включим комнатки слава богу это комната нельзя ее никак так сказать нельзя никак старт не пересечь из этой комнаты в общем-то летим дальше вдруг появляемся на другой платформе нам надо идти еще дальше давайте по нуба пути тоже недавно проснулся в общем то у нас здесь используется а кстати да вот это вот очень сразу я помечу как сайт пока помню вот это вот это weapon clip я так понимаю вот так вот натянут ебать он больше ебать или это не в панк или почему он не показывается это не в панк лип джек липта покажу да очень интересно почему здесь в этом клип так его он огромный ты посмотри смотри почему зачем сразу сразу к фритон зем типа блять ну раздвинь платформу 1 копируй вот этих штук еще и все мою еле и 1 залетаем сюда если идет обычным путем Здесь забираемся наверх Здесь у нас из-за триггеров было не видно Но наверху дается 4 ракеты То есть вот этот триггер нам дает 4 ракеты Он нам сейчас ничего не даст, потому что у нас больше 200 Но мы к нему обязательно вернемся Или вот этот триггер, да, который... Или это прямо комната триггер Да, 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 да Это прям очень широкий большой триггер Чтобы можно было сбоку забрать, видимо, 4 ракеты Но как бы... Не знаю, ладно, да Потом, потом, потом Поговорим о решениях гениальных потом Здесь у нас слик Можно вылетать наверх Здесь у нас сразу всем скажем, что это стекло Потому что у меня знакомый играл-играл И он до последнего дня думал, что здесь пропасть Здесь нет стекла вообще, да, надо, наверное Если ты не попробуешь, ты не узнаешь, как бы Но вот, как видите Есть люди, которые Как бы не попробуют А еще вот здесь текстурки полетели То есть не полетели скорее, а забыли врезать, да, с другой стороны Очень спешили, очень спешили Так, прошу прощения, секунду Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ничего перезаписывать не буду Бывают технические неполадки Забыли текстурки врезать Вот эти, кстати Как их назвать Бруши Тоже зачем-то прямо близко очень стоят Ну и надо нам идти дальше Здесь нам дают 200 ракетов Вау Здесь мы поднимаемся наверх Вылетаем Надо отстреливаться обязательно От кривой на потолке Получается батл сьют Ничего страшного, боги Еще одно замечательное решение С телепортом Опять же, вот если здесь Ты не попрыгаешь То ты не узнаешь Что здесь можно стоять Дизайн, как бы наш и все Идем дальше А при этом Вот этот у нас триггер телепорт Он сохраняет скорость То есть Ну Окей Сохраняет скорость Идем дальше Здесь у нас комнатка С двумя рампами Или рампами, да? Как правильней Даже с тремя Давайте сразу С тремя Есть цпм рампа Есть ВК-3 рампа По которой нельзя прыгать Я прыгаю И не запрыгать И есть Третья рампа Цпм Плюс ВК-3 По которой Которую можно Очень хорошо использовать В общем-то Залезаем мы наверх У нас здесь Ракет по идее 200 Либо не 200 Сликаем Поднимаемся наверх И здесь у нас Триггер Который нас кидает В туннель Который По триггеру Нам дают Вау А зачем здесь А зачем здесь Старая карта Видимо А зачем это Ааа Это дизайн Снизу Ля Я не знаю Возможно на эту карту Были Огромные планы Типа ее Прямо Доделать Там Бла-бла И так далее Но Не получилось Видимо В общем прыгаем Дают нам Бфги И с бфгой У нас здесь Один путь Пуш-триггер Очень удобный Кстати Который Толкает нас Я Не совсем Разобрался Как Здесь у нас Еще один Пуш-триггер На полу Ну это скорее Как джампад Не пуш-триггер Вот Слава богу Мы не можем Задеть Триггер Снизу Тут клип Есть Ну а если Я думаю Если очень Постараться Надо бинды Сделать На скорость Бега Если очень Постараться А здесь Уже Кончается Скобок Ну ладно Значит Можно Не стараться Допустим Допустим Здесь В порядке Так сказать В общем то Мы перелетаем Потом туда Здесь зачем-то Пады Кстати Да Которые Которые Как бы Никак Не это Еще Еще Очень Интересное Решение Если мы А Если мы там Видимо Джика Если мы Здесь Не долетаем То мы Можем Упасть Глубоко Вниз Взять Гранату Да Или А нет Здесь Не гранаты Прошу Такой Я не думаю Что Я Ну конечно Где-то Прям В самом Низу Такие Демки Наверное Есть Но Я сомневаюсь Что это Вообще Стоило Времени Делать Это Так Здесь У нас Еще один Пуш Который Нас Кидает Наверх Вне Зависимости От Скорости Видимо То есть Если мы Или он Добавляет Ну скорее Все Добавляет Скорость И Здесь У нас Очень Интересный Момент Тут Нужно По Я не понимаю Почему Это Триггер Нужно По Потолку Подстреливаться То есть Нужен Целбак Прилетаем Мы На платформу И с этой Платформы Если у вас Вдруг Мало Скорости Вы просто Не долетаете Никак То есть Все Вы Зафейлили Если Вы Какой-то Там Плюс Минус Среди Средненький Игрок Вы даже Не понимаете Как Целбак Работает Как Его Делать Стабильно Поэтому Как Бы Еще Один Телепорт Бесполезный И Финиш Такие Дела То есть Мы Видим Да Чем Ну Это Это Даже Не Телепорт Но Это Выглядит Как Телепорт Оно Больше Не Работает Но Создает Эффект Телепорта Что Очень Мешает Перейдем Попробовать Делать 2х Но Из-за Того Что Мы Не Видим Текстуры Мы Можем Вообще Стрелять Куда То Далеко В Стену Можно Делать Вот Так Ну Ну Я Прям Не Буду Прямо Показывать Ну Вы Поняли Да Вот То есть Первая Проблема Мы Вообще Визуально Не Понимаем А Вот Здесь Здесь Нет Мы Вообще Визуально Не Понимаем Где Здесь Кончается Стена Дай Ко Мне Все То есть Мы Можем Отцелиться Здесь 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 И Все Да Вот Вот И Как Мне Вот Как Мне Понимать То Это Это Ну Это Очень Непонятное Решение Типа Если Это Если Сделать Это Все Брашами Это Будет Тогда Оказаться Слишком Легко А Зачем Визуально Усложнять Жизнь Типа Игроку Такой Вопрос Тогда Зачем Визуально Усложнять Жизнь Игроку С С С С С С С С Хотя С С С С С С С Вот Эти Вот Я Не Думаю Что Они Прям Нужны То Если Вы Делаете Ну Я Сторонник Того Что Если Делать Вот Такие Прям Дырки То Их Либо Не Клипать Потому Что Это Дырка Либо Не Делать Эту Дырку Либо Делать Ее Настолько Маленькой Что Туда Просто Не Пролететь В Допустим Мы Берем Четыре Ракеты Такие Ля 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 Насколько Ракеты Насколько Скорости Далее Мы Можем Здесь Несколько Вариантов Мы Можем Либо Не Использовать Рампу То Есть Рокет Джамп Рокет Джамп Поверху Далее Поверху Поверху По рампе И наверх Но Если Мы Посмотрим С Триггерами Вот Сейчас Вот Мы Просто Смотрим Очень Внимательно Смотрим Очень Внимательно И видим Что Там Триггер Торчит Из Клипа Вау А давайте Слетаем А что Это Такое Там Становится Все Предельно Ясно Карта Ломается Если Мы Попадаем В этот Триггер Мы Оказываемся Бум Оказываемся Уже Спереди Вот Этой Штуки У нас Сохраняется Вся Скорость И мы Залетаем Сюда Ну Как Это Там Несколько Вариантов Есть Как Туда Попасть Я Думаю Мы В демках Ну Я Демки Посмотрел Частично Уже И наши Тем более Демки Наших Людей И Там Я Гоблина Что Ли Видел Варианты Есть Я Думаю Мы Все В демки Посмотрим Сейчас Углубляться Не Будем Следующий Вопрос У меня Как Я Не знаю Кто Придумал Здесь Кстати Если Падать Можно Нарачивать Скорость И Рано Или Поздно Можно Залететь Наверх Вот Вот Это Дырка Тоже То Ну Либо Я Не Ну Это Короче Это Называется Дизайн В ущерб Геймплею Потому Что Вот Это Понятно Что Ты Если Карту Поиграл Там Типа Часик Другой Ты знаешь Что Вот Здесь Упасть Нельзя Но Это Все Неправильно Вы Понимаете Что Визуальное Ощущение При Первом Прошлении Карты Оно Очень Важное Следующий Момент Зачем Делать Телепорт Я понимаю Что Типа Эффект Как бы Ну Эффект Классный Это Очень Круто Но Этот Телепорт Эффект Телепорта Он Смущает Он Очень Мешает И Как бы Он Он Не Нужен Как Иначе Такой Эффект Например Сделать Что Вот Типа Браши Не Было Они Там Одной Текстуры А потом Другой Я Бешовный Типа Бешовный Телепорт С эффектом Телепорта Который Очень Бесит Но Я Думаю Это Не Типа Ну Судя По Сему Как Судя По Сему Что Вот Этот Эффект Он Везде По Карте Это Наверное Такая Главная Идея Вокруг Которой Все Строится Но Я Не Знаю У У К Этому Претензии Я Такое Не Одобряю Я Одобряю Карту Пил Где 5 Текстур И Классный Геймплей Вот Это Я Одобряю Далее Если Скорости Много В общем То Мы Такие Нам Надо Попасть На Вот Эту Рампу Я Не Использовал Попадаем На Эту Рампу Отстреливаем С Ракеты Залетаем Наверх Либо Мы Делаем Дабл Джамп Там Зависит От Количества Ракет Я покажу Там Зависит От Количества Ракет Которые Вы Получите Перед Тем Как Попадете Через Корявый Клип Потому Что Есть Два Варианта Сразу Скажу Можно С рампы Залететь Сразу Туда Можно Дойти До Сюда Взять 200 Ракет Упс Взять 200 Ракет И Тоже Попасть Туда Кубик Классный Я не знаю Кубики Тоже Куда Нибудь Типа Сделай Их Нон Солид Типа Нахуй Мне здесь Нужны Мешают Вот То есть В зависимости От количества Ракет Мы далее Смотрим Наш Путь По идее Потому Что Можно Пойти Направо Здесь Набрать Прям Скорости Там Сделать ГБ Обкривую Сразу На Слик Все Как Мы Любим Ну Тут Не ГБ По факту Будет Просто Вот И далее Поднимаемся наверх В случае Если мы не берем 200 ракет По моему У нас остается На вот этой рампе Одна ракета То есть Мы делаем Доблжап И одной ракетой Долетаем до портала Этот портал Хорошо Одобряем Вот этот портал Зачем Он должен Зачем Вот Зачем Вот Это Это Такая Вы Видите То есть Что Вот Это Это Типа Старт Да То есть Это Зеркало Старта Мы Проходим И мы Оказываемся На БФГ Как Мы Должны При Этом Сразу У Нас Сохраняется Скорость Падения Если Мы Падаем Самого Верха Вы Посмотрите Как Быстро Мы Типа Хоп И Мы Сразу Не видим Конечной Цели Даже Зачем Было Этот Телепорт Делать Или Ну Это Типа Не Телепорт А Зеркало Телепорта На Старт Зачем Типа Как Как Реагировать Как Новички Должны Реагировать Мы То Ну Понятно Если Карта Рассчитана На То Чтобы Опытные Люди Страдали Мы Справимся Окей Но Все Таки Надо Делать Чтобы Дефраг Был Большой Снова Поэтому Я Склоняюсь К тому Чтоб Новичкам Было Тоже Не Слишком Противно И Вот Это Вот Решение Оно Прямо Вот Здесь Оно Очень Критично Если Там Еще Типа Допустим Ладно Может Быть То Здесь Оно Абсолютно Непонятно Абсолютно Не К Месту Падаем Мы В общем То С Бифугой А Еще Можно С Бифугой Отстрелиться Вниз То Нам Здесь Дают Бифугу Я Не Помню По Моему Можно Да Вот Эти Вот Края Можно Отстрелиться После Ну То То Дополнительно Дать Себе Буст И Горизонтальный Немного И Вертикальный Отстрелиться В рампу Что Дает Очень Много Далее Ну Там Вариантов В принципе Не особо Мы Берем Бифугу Стреляем Если У нас Очень Хорошо Скорости Мы Стреляем И Залетаем По Этой Косой Здесь Мы Можем Еще Ну Не Косой Точнее Просто Здесь Мы Можем Еще Отстрелиться Здесь Нам Дают 10 Бифуги Если Мы Снаружи Идем Еще Отстрелиться Еще Получить Скорость В итоге У нас Здесь Очень Много Скорости И У меня Кончилось Бифуга Очень Много Скорости Такие Вау Целбажем Вау И Сразу На Финиш Вау Вот Финиш Очень Много Опять же Вопросов К тому Как это Сделано Потому что Вот вы Новичок Играете ЦП В Эку 3 Я не уверен По моему Эку 3 Карта Не Отличается Особо Ну В демках Увидим Если Отличается То Хорошо Если Она В лучшую Сторон Отличается Не Отличается Как бы Бог с Ним Вот Вы Новичок Ну Условный Да Играете Там Года 3 Это Новичок Года 3 Это Новичок Например Если Вы Не Задрачиваете Если Вы Просто Казуальненько Играете Года 3 Стабильно Уже Что-то Умеете Там И ГБ И Все Как бы Делаете Да Там Топ Топ 15 Занимаете Вот Вы Не Умеете Или Умеете Но Не Очень Стабильно Делать Цел Баг И Все Эта Карта Все Она Для Вас Не Существует Больше Потому Что Это Находится Во-первых В конце Во-вторых Перед Этим Очень Такие Нужно Давать Не то Что Точные Как бы Там Не то Что Прям Сложно Все Но Возможно Вы будете Страдать С некоторыми Моментами Поэтому Вот Здесь Я Бы Не Зат Ну Если Я Вот Такое Увидел Когда Например Тестил Карту Я Сказал Ты Что Охуел Типа Во-первых Я Не Зам Можно Для Например Мы Знаем Что По Цел Багу Мы Можем Набрать Скорость И Попасть Сразу На Финиш Правильно Правильно Вот Это Расстояние Нам Нужно Если Мы Про Игрок Нет Нам Оно Нужно Если Мы Новичок Да Поэтому Мы Берем Например Вот Эту Фигуру Крутим Ее Всяк Разно И Раскопируем Еще Два Раза Чтобы Здесь Был Пол Везде Или Если Мы Хотим Вот Это Расстояние Потому Что Здесь Такой Классный Эффект Вау Здесь Дизайн Мы Не Можем Жертвовать Дизайном Вау Мы Просто Ставим Сбоку Вот Здесь Стены Чтобы Можно Было Стрелять По Стенам Потому Что Если Вы Новичок Вы По крайней Мере Сможете Держаться На Плаву То Вы По крайней Мере Будете Отстреливаться От Стен А Если Вы Про То Как Бы Вам Эти Стены Они Как Бо И не Мешают Но Они Нахуй Не Уперлись Потому Что У 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 Дизайна А не Ради Геймплея То Тут Типа Да Она Выглядит Прикольно Но Играть Ее Это Просто Забей Настолько Неудобно И Некомфортно Что Лучше Не Играть Поэтому Ну Я Это Понял Как Вы Видите Наиграв 1 Минуту 23 Секунды Потом Я В Девмапе Только Помогал Там Ребятам Потестить Ну На этом Все В Нет Одинаковых Минута Хендры Давайте Посмотрим Хендры Смотрим ВК3 Ну ВК3 Роуд Я так понимаю Плюс Минус Такой же Как ЦП Возвращается За 5 Ракетами Видимо Такой Большой Бокс Триггер Был Чтобы Можно Было Вернуться За 5 Ракетами Что Немножко Не Клеится С Быстрым Прохождением Ну Неплохие Ракеты А ВК3 Дают Кват Ну Замечательно ВК3 Дают Кват И Больше Видимо Ой Понравилась Ли тебе Карта Хендрик Я вот Вижу Ты Играешь Уже 71 Минуту Понравилась Тебе Карта Да Вот Так Вот Кто То Использовал Это Место Вау Потому Что Пуш Кидает Вне В зависимости От Твоей Видимо Скорости Вниз Либо Чуть Чуть Кверху Такой Пуш Ракет Без Возвращений Назад Достаточно Много Скорости Тоже Ну тут Я думаю Плюс Минус Все Наверное Предпочитали Падать Просто В телепорт Потому 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 Иначе Там Там Не Разогнать Такую Вертикальную Скорость Чтобы От Рампы В В Ку-3 Отлететь О Ракета Наперед Интересно Правда Он Как будто Ее Не Словил Но Да Ладно Кстати Если У кого-то Вдруг Появился Вопрос А Вниз Удачи Видите Ну не нравится Зачем Вниз Человек Играл 20 минут Ну видимо Сессиями Конечно А вот здесь Нормально Как работает Пуш Если Ты не знаешь Типа Ну если Ты не В мапперских Делах Типа Не шаришь То ты Никогда Не узнаешь Как он Работает Точно Типа Ты просто Будешь догадываться И все Я не совсем Уверен Как он Работает Но я могу Открыть Радиант Поставить себе Триггер Пуш Посмотреть Какие у него Флаги И понять Например Как он Работает Кстати Для тех Кто Вдруг Спросит Или Задумается Хотя Возможно Кто-то Из вас Или все Из вас Никогда Не задумывались Вот Вы пустили Ракету С квадом Но у вас Квад Кончился У ракеты Будет Квад Или нет Такой вопрос Я отвечу Что будет Как бы долго Она Так сказать Не летела После Исчезновения Квада Ракета 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 Будет Кважина Очень много Скорости 800 Ну тут Тут даже Ну вот 800 Вроде Скорости Было Много А трампы Вроде Слился Плюс Минус Нормально 800 Скорости Ну это Мало Телепорт Дает Больше Телепорт Дает 1300 Ну тут Да Тут У У Исту Был Роуд Не совсем Корректный Потому что Он кидал Одну Ракету Наперед И в итоге Получается Он только Одну Кважную О Интересно Только Одну Кважную Ракету Он Использовал А если Стрелять Две Подряд Как Это Делали Другие Ребята То И по Факту Стреляшь Две Кважины Пуспеваешь Вот Классный Целбак Стабильно С Стабильность Комполомус 54 Я пока не видел Антон Петрович Там Где-то В таблице Или нет Но если Вдруг Ты смотришь Я тебе Сразу Задам Свой Любимый Вопрос На этом Капе Как тебе Карта Согласен Ли ты Или ты Может Против Чего-то Что я Назвал Ну Я считаю Что Давайте Не будем Говорить Прям Объективно Да Пусть Это Останется Моей Субъективной Точкой Точкой Зрения Возможно Кто-то Не против Всех Этих Телепортов Там И так Далее Может Кому-то Важнее По Красивой Карте Прыгать А не Карте Из Двух Текстур При этом Красивую Карту Можно Сделать Можно Сделать Точно Такую Карту Красивую И Одновременно Играбельную Тут Тут Единственное Если Вот Так Получается Что Вы Призмляетесь Перед Финишем Тут Надо Наверное Пожадничать Парой Фреймов Еще И Отстрелиться Перед Финишем Еще От Пола То Есть Дать Себе Еще Буст Так 53 4 Выбираемся Из Минуты Потихоньку Воу Воу Просто Скипнул Все Абрампу Может Оно Так Было И Задумано Да Что Вы Падаете В Телепорт Но Я не знаю Тут Тут Это Скорее Все Выглядит Как Не задумано А Не Дотащено Интересно Кто Маппер Именно Геймплей Точнее Точнее Как Давайте Так Какие Могут Быть Здесь Проблемы Геймплей На Карта Могла Выглядеть Очень Круто Там Когда Там Две Текстуры Чисто Для Себя Так Обозначить Что Вот Пол Потолок Вот Стены Там Две Текстуры А потом Приходит Дизайнер И Так Эту Стену Мы Убираем Делаем Weapon Клип Этот Пол Мы Убираем Делаем Дырку Которую Никто Не Поверит Что Это Не Дырка Делаем Клип Бывает Вот Такая вещь 22.5 Так что Тут Кто Виноват Не знаю Ну Мы Судим Объективно Карту Потому Что Людей Мы Так Сад Не Судим Судим Работу Проведенную Как тебе Диман Карта Понравилось Ли тебе Удобно Либо Либо Играть В том Геймплей Но Есть Прикольные Моменты Реально Не Словил Или Нет Не Словил Поторопился На Выше Кидать Было Пишите Ребят Все Как вам Карта Если Вы Вдруг Со мной По Ким-то Параметрам Не Согласны Тоже Обязательно Пишите Я Все Комментарии Читаю Если Вы Пишите Что Я Не Согласен Не Забудьте Написать Почему Вы Не Согласны Почему Я Не Прав Чуть Чуть Вы Вылетел За Финиш Но Я Не Уверен Там Наверное Клипы Стоять Должны Доброго Времени Суток Вам Ну Что 8 Минут Сервер Тайм Поехали Ну Изначально Карта Обманывает Типа Очень Хорошие Ракеты Без Телепорта Кстати Без Телепорта Быстрее Должно Быть Потому Что Ты Там Падаешь То Все Но При Этом Тебе Надо Тогда Еще И Скорость Хорошо Набрать Хорошая БФГ Падает Сверху Никаких Лишних Телепортов И Цел Багом И Не Отстрелился На Финиш Но Бывает О Там Еще Курва Клипов То Есть Маппер Такой Типа Я Сделал Курву На Финише Из Клипов Но Я Не Подумаю Про Новичков Типа Ну Это Аймур Стайл Какой-то Прям Ну Карта Что я Говорил Карта Геймплейная Классная Идея Классная Типа Типа Триксы Всякие Там То Все Именно Моментами Если Разбирать По Комнаткам Оно Все Очень Классно Но Совмещено Это Настолько Уебищно Извините Что Ну Это Это Сложно Играть Просто Это Сложно Задрачивать Именно Играть Это Пожалуйста Вот Такие Такие Карты Они Обычно В онлайне Играются Типа Если Никакой Задрот Не приходит Они Играются Типа Полчаса Там Ставится Какой-нибудь Там И Дальше Вот Потому что Это Тяжело Воспринимать Я Конечно В онлайне Ее Может Сейчас Сутками Уже Играют Но Сутками Играет Наверняка Ни один человек Очень много Скорости Хороший БФГ Долетает Наверх 2000 Целбак Не словил И почти Чуть-чуть Не долетел Я так понял Да Или показалось Интересно Пил Молодец Так Микенда 41.5 Воу Крутит Ля Ля Крутит Мышкой Старичок Тут Пока Вниз Летишь Наверное Можно 2x Сделать Я Не Уверен Тут В Кутри Скипается Вообще Эта Тема Наверное Должна Да Хорошо Все хорошо Все быстро 1SK Не знаю, ну вы ку-3 Ну, что могу сказать? Одинаковые роуты? Добро пожаловать на обзор, так сказать Мне кажется, если я ничего не буду говорить То никто ничего не будет и смотреть Потому что, ну, одинаковые роуты Че тут смотреть? Это кап одинаковых роутов Хорошая, очень хорошая бфга Хорошими углами Хороший целлбак на 3 800 и сразу на финиш, вау А там курва на финише или нет? Я видел, как эффект, типа, как будто по курве такой, так, жух С одной точки в другую Как-то тебя так толкнуло Ну да ладно Так, а че у нас поездом даже есть? Так, мы посередина Бридж 40 секунд Следующий обзор, кстати, не знаю, когда будет Наверное, на следующей неделе Если получится, запишу завтра Не получится, не запишу Буду держать в курсе, так сказать Ну, бфгу мы видали, как будто и получше И целлбак мы видели побыстрее Вот и стрельнул перед финишем Это признак опытного игрока Это признак опытного игрока Так, Enter Очень много скорости Что ж ты делаешь? 1200 на выходе Вууу Две тысячи Две 200 Две бфиги От краешка Вау, вау, вау Ля могет Взял бфиги Заспамил И одну перед финишем Ой, ну че ты, ну че ты Вот был А было бы 39 432 А ты шо сделал? Ну, отлично Очень, очень качественно пройдено Пользуем 39.1 Под себяшечки Это мы уважаем Очень хорошие ракеты Не упользовано По умолчанию Должны быть хорошие ракеты Я считаю Здесь вполне стреляли Маловато немного скорости На выходе Но Вот Ракеты перед финишем Признака опытного игрока Enter недостаточно опытен Для таких штук Это скорее Ну, это не опыт Это, прикалываясь Это скорее Желание Выдавить Все фреймы То есть Ну, тебе это что-то стоит? Нет Надо это делать? Надо Типа Ну, вот Логика простая По идее 38.9 Кет Опа Очень много скорости Сразу Со старта Под себяшка Нет, не под себяшка 2700 Бум, бум Мне кажется Отслился Рановато Ракета От рампы С такой скоростью Надо было чуть попозже Чуть-чуть бы Терпение Так сказать Проявить Возможно Было бы Побольше скорости Хотя В УК-3 Я не уверен В ЦПМ Наверное Да, прокатил В УК-3 Честно Не уверен В УК-3 Ее не играл Вообще Вообще Там, наверное Можно на рампу Забить Хер Нет Типа Зачем там Рампа Для ЦПМ Для ЦПМ Чтобы побольше Это Мне кажется В УК-3 Пуш Тебя все равно Кидает Быстрее Чем ты Ты можешь Набрать Там Может с рампой Чуть-чуть быстрее Но ты можешь Этот пуш Получается Взять Типа На лету Или он Подожди Или он скелит Твою вертикальную Скорость Еще Ну короче Да Забейте Делают Как делают Парки-поп 38.5 Да? 38.5 Так Потемнее Да? Надо Светловато Вроде Хорошие Ракеты Подсебяшечки Это мы уважаем Это мы уважаем Хорошие Очень хорошие Ракеты Кидает Много ракет Бум-бум Все словил Хорош Ну может Не все словил Может Бывало и получше Но Так стать Разбираться Мы не будем 2 200 2 400 Вот Целбаг Ну угол был Слишком высокий Для целбага Поэтому скорости мало Набрал Так бы очень быстро Пролетел Да 38.5 Хорош Проки-поп Очень красиво Хорошо Небула 38.0 Как-то у него моделька Постанывает Я не уверен Кстати что Проки-поповский Вот этот 3x Там Лесенкой Он Прям хороший Ну Небулу Тоже быстро К потолку Поздно Приклеился Так бы еще Одной Бифаго Попал 3800 Наверное Было Пятое место Между прочим Поздравляем Небулу А где Тофу Тофу Нету Где Тофу Надо Поздравлять Тофу Это у нас Оооооо Какой На Оооо Кто-то из England Я не помню Сейчас посмотрим От себя Shicho Перед рампой Уважаем Ну не знаю Ну короче Две пятьсот Ля Ля летит Очень плохо Пострелял бфгой вверх А, это вв, да В общем, вв ингланд Очень плохо бфгой пострелял Очень плохо пострелял бфгой вверх Очень плохой финиш Прям вот ужас Можно было гораздо лучше Так, степ Ля, пиксели отмирает, ля Все посчитано Две триста Бфг наперед Три девятьсот Красиво Я вроде ксасу Вот, опять тоже Видите, он тоже по курве Как будто так пролетел Я ксасу говорил Стреляй бфгу наперед Стреляй бфгу наперед У тебя две тысячи скорости Стреляй наперед Я не знаю Я не помню Его в ВК-3 Дорогу Он пострелял в итоге или нет Я какие-то промежуточные видел Дельта Топ-2 получается Поздравляем Да, это топ-2 ведь уже Да, вот две Триста Чуть-чуть попозже В уголок там Рампы стрельнул Не знаю Бфг странная на выходе Очень странная Быстро прилепился Три девятьсот Четыре в итоге Да, вот вылетел Тоже с курвы Да, а, степ Второе место Третье место степа Поздравляем степа Степ, наверное, не смотрит Но мы его все равно Поздравляем Дельта Не смотрим Можно его не поздравлять Тридцать пять и восемь Ксас Наш пацан Первое место Интересно От пола От себяшечки Это мы уважаем Оооо Что? Пол Вот Если высоко не подлетать Мне кажется Вот так быстрее Гроза Бфг Потому что ты Подлетел Летишь Ничего не делаешь Воу Воу Кинул на recovery Ой, какой финиш Плохой Ой, как Ой Ну он, видимо Плохо Эти Бфгишки Словил Давайте Посмотрим еще раз он видимо бы фигу плохо словил и очень поздно приклеился точнее очень далеко получается приклеился к потолку из-за этого скорости малый финиш и ну тут гораздо быстрее можно финиш как тот же дельта данных лет пройти у него в пол это мое уважение в пол это надо прямо хорош а зачем он вот это бы фига зачем он же их обгоняет а тут пушит у лаеных не слове но если ты делаешь так тогда надо их выше же кидать нук сосну тучу ты же задрачивал жесть 96 минут ты же задрачивал как ты так а зачем те в этот блин но он знает скорее всего что у него там скорее все какие-нибудь плюсы где он просто видимо пришел не рисковать в случае если они надо ним например взорвутся скинул их пониже сейвово и в итоге их ни одного фигу не словил и и все равно топ-1 кстати очень-очень плохой финиш но все равно топ-1 но поздравляем ксас красавчик что могу сказать поздравляем топ-3 призеров смотрим наконец-то спам спам разные роуты в цпм поехали так вот не было например не нашел дырочку или он решил что она медленно и не знаю где 300 ну да он что-то их там откидывает не знаю там может кривые клипы стоят чтобы типа между столбами типа столбы прямые клипы между столбами там может скосы типа от столба к столбу но это опять такой геморрой не за поставь сзади клип то есть не хочешь вылетали еще чуть-чуть тут к вы блять вся карта в таких вот твои ладно это даже смешно типа насколько можно хорошо подых с хорошим потенциалом и по комбо карту засрать просто дизайном вот использовалась вот это третья рампочка так сказать и и могут видеть не только лишь все 35 и 6 зил отлично кошаков 35 и 5 неплохое ровлет буст позже не нашел ну вот люди не изучают карту просто и не знаю это ты включаешь но сейчас же все да я думаю да могут включить триггеры клипы и посмотреть чё как где находится во первых и охереть и от количества триггерных клипах зеленых видимо потому что что-то они там везде друг на друге ничего не понятно но если внимательно посмотреть кто на бросается прям в глаза хороший финиш хорошее прохождение 35 и один тордор так тоже видимо не нашел возможно никто и не смотрел не за но такой на таких картах держу в курсе первым делом ты открываешь триггеры и клипы и смотришь потому что она открытая непонятно где какие триггеры кончаются стен нету тебе нужно все это знать если ты этого не знаешь если такой вот здесь пролетаешь на бэфугой а я точно возьму эти 10 бэфиги ты каждый раз такой летишь высоко и как гадаешь ну такое 35 0 хендру о о полетел для бум красиво правда ракет нету но это как бы не беда по идее потому что вот так раз и все и тебе не нужны ракеты с ракетами типа по идее побыстрее но там можно с такой скоростью вылететь ну можно чисто технически как сказать не технически чисто на скелета кстати завести себе скорости поэтому вот то что хендри сделал это самый быстрый по идее роут антон петрович добрый день снова здравствуйте бум то есть 2 а можно там 2 300 например вылететь и здесь у тебя еще больше скорости а зачем зачем так типа скорости здесь побольше ну да ну да тут наверно не знаю вот а кстати отстрелился от этой штучки целился там от стены в итоге получил очень хороший буст очень хороший был заход на целбак но даже опытнейший опытнейший антон петрович не может сделать стабильно целбак я не говорю что это плохо я говорю что и я не могу его стабильно сделать и эффект и эффект петрович не может его стабильно сделать никто не может ты можешь его делать типа 9 из 10 допустим но это настолько нестабильно поставь блять нахуй вообще это цел баг но я не знаю 34 9 ежипт так дырочку не видел так пролетел под себя шичко это мы уважаем здесь если да если ракет много можно и сюда срезать я так полагаю но если те одна ракета там просто не хватит высоты либо будешь очень медленно долетать до этого триггера что опять же непозволительная роскошь в дефраге что-то делать очень медленно ли 600 нормально ну я не знаю что тут оценивать пока скорости плюс-минус у всех одни и тех же так кто-то там слева кто-то справа пролетит там это не важно в целом интересный старт с одной стороны на другую тоже пусть не нашел зато 1400 по правой стороне да по идее много скорости но и по идее ну тут тут опять же спорно тут как потестишь сам потому что тем более если играешь один я думаю пусть играет один вам такой момент что это надо либо во первых тебе надо эту рампу увидеть тебе надо именно и увидеть ее случайно не заденешь типа которая слева 3 типа стоит во вторых тебе надо нормально потестить потому что по идее типа справа потенциала по идее больше скорости больше можно больше сохранить но слева как бы ты просто быстрее попадаешь туда и при этом если у тебя скорости ну быстрее наверх забираешься на слик сам при этом ты можешь себя ракетами еще там поддергивать и в целом будет почти одно и то же но быстрее может чуть-чуть медленнее по скорости но быстрее по времени фракир 340 вот вот бум и бум две ракеты раз и здесь много скорости 2 ну можно я думаю как-то эту секцию побыстрее сделать если две ракеты но там там вопрос в какую рампу идти только так я думаю поздно приклеился но ничего страшного 3 800 очень хорошо очень чистить кафракир молодец 33 8 вв фото из инглунд эти кубики тоже кстати я не знаю но я просто наблюдал за своим так стать учеником как он играл и ему эти кубики прямо ну типа там чуть ли не наличности доходило поздновато приклеился и скорость вертикальная не так не такая большая была там еще прикол типа с этой по фигой у тебя скорость всегда плюс-минус наверно разное наверное но тебе надо очень четко углы ставить особенно когда стреляешь на верх и особенно когда ты стреляешь от рампы пуша от рампы тебе скорее всего нужно уже с кнопочкой назад стрелять 32 москаль слабенько слабенько но я слышал ты на шестом раунде неплохо так прошел поэтому здесь прощаю вот москаль наберет значит 200 ракет идет как бы тем же роутом но 200 ракет взял это как бы немного медленнее хорошие хорошие бафуга как раз то что мы обсуждали до выходе и тут засал не дострелял засал да да я правильно увидел типа ты просто начал вылетать за пизо рамки и ведь хоть в одну маху не буду стрелять это бывает ничего страшно видимо москаля просто видимо времени не хватило так бы наверняка отправил что-то получше я больше уверен капкоп так или порт три ракеты а три ракет а где он он засейвил он потерял скорости типа там на старте но засейвил ракету зато ну тоже типа тут на все тестить очень хорошо фуга уже откуда курву лился к этом курва хую за из-за 7 enter enter вы чё-то там потерял скоростей неловко но enter мне кажется в этом копе он очень так жиденько поиграл времени не было а там от потолка нельзя стрелять она как бы наверное не нужно но вдруг 37 очень хорошие бфг 38 хочу есть хочу есть ребят утро я встал умылся налил себе водички и сразу вам обзор писать бегу я даже не покушал пожалейте меня в комментариях вы как эти очень хорошие ракеты у парки поп до достаточно давно вроде как показывает очень хорошие результаты плохо поднялся ну не то что плохо скажем недостаточно хорошо поднялся с бфугой но я думаю парки поп и сам об этом знает 31 6 кио кио 1800 2 до 500 2 200 для 2 300 доберет нет не берет где 600 на выходе бум еще 500 на слик бум 200 бум одна ракета бум для все решено вот это route гб хорошая идея мы тоже пробовали но что-то она там не особо клеится это гб там немного неудобно в ночь ты вообще не видишь типа конечную цель опять же это про то про дизайн это же все дизайн это не то что маппер решил что ты не будешь видеть конечную цель то это по дизайн дизайн так рейн 35 ну я подозреваю что рейн либо такой а мне не нужен типа этот ваш с ваша среза я и так вас всех разъебу потому что я эту карту делал блять я ее тестил я ее дел я играл и вот это все в итоге без телепорта можно сделать 31 и 5 вот такие дела без телепорта если играешь карту не одну неделю 2 можно без телепорта 35 держу в курсе так урайф наш так сать ладно без спойлеров вдруг кто-то не следит без спойлеров не будем ничего говорить я уже сказал без спойлеров и как будто это спойлер какой-то там тоже быть значит что-то с рейфом а я сложно спалился набрал 200 ракет что не очень быстро но до 2 бфги туда туда сюда 2 300 тоже по фигу наперед словил словил вот говорю повыше надо блин ксаса 2x а стоп 3 поздравляем ксаса кстати тофу нету на этой неделе тофу не поздравляем но если у кого есть желание можно всегда поздравить тофу это у нас новый мем если что который активировал мистер антрейф очень интересно очень хорошие 2 500 ну вы очень высоко словил сословил а вы кудрите словил сожалению словил но может не все это я так визуально выглядит что очень хорошо с вами 29 5 бас второе место поздравлять или нет решайте сами если вы вдруг дрочите так сказать на база почему бы нет 2 300 верки это у нас остается по центру ну собственно мы такой роут уже видели это примерно было как упаковку капкоба общем 2 подожди он 3000 но если у тебя здесь 3000 то здесь конечно без бы фиги наперед это так стать очевидно ну и гоблин на секунду быстрее между прочим 2 400 уже здесь намного быстрее одна ракета то база 2 круче не понял там видимо где-то либо триггер кивой либо я чё-то не догоняю что скорее всего что я чё-то не догоняю по боковой пострелял ну да с рампой намного быстрее потому что ты типа если ты прямо даблджамп на рампе делаешь то если там пуш который скейлит твою вертикальную скорость тогда это намного выгоднее понятно сразу откуда секунда там наверно полсекунды только на этой рампе на финише блин ну утрированно у меня одна ракета не знаю ну скорее всего я где-то что-то упускают честно ребят это не так важно поэтому пофигу у база конечно здесь бфг получше но исполнение у гоблина очень хорошее такие дела что могу сказать давайте посмотрим захват окна так сказать chamber 2 там уже варкап идет шестой раунд уже кончился но если не кто-то не хочет спойлеров кто-то хочет со мной посмотреть таких людей я уверен нету ждите второго обзора шестого раунда где итог подведем так сказать а так вот пожалуйста табличка что могу сказать ничего не могу сказать 20 на 20 мгвку 3 36 цпм жиденько конечно но и так пойдет рэйвен рэйвен будет да рэйвен импрессива ни у кого нету валидатором отдельно давайте отдельно валидатором скажем спасибо потому что эти все демки надо просмотреть их надо прочекать никто не говорит что их надо смотреть там скейли 1 но можно их встретить там скейли 5 например там потому что есть ну не будем говорить и их все равно надо просмотреть это все равно занимает время давайте скажем валидатором а это у нас в основном москаль а кто еще москаль напиши пожалуйста список валидатор по моему и карус валидатор и ну димон не валидирует носов нет сколько нас там четверо бля я не помню короче скажем спасибо москалю за валидацию большое ему спасибо еще конечно ничего не кончилось и мы еще раз скажем спасибо в конце так сказать фпс капа но в любом случае большое спасибо всем за проделанную работу спасибо мне за очень опоздалый обзор спасибо вам за просмотр антон петрович мое уважение отстрадал так сказать ну ладно хватит мемов так сказать все всем удачи всем спасибо подписывайтесь телеграм ссылки в описании фотки из питера пришлю скоро не знаю пока я пока это я пока в в отходнике плюс я немного приболел поэтому такое короче все всем удачи всем пока